Это событие произошло 20 июля 1969 года. В 8 часов вечера по Гринвичу посадочный модуль американского космического корабля «Аполлон-11» коснулся поверхности Луны. Еще через 6 часов откидная дверь открылась, и по титановому трапу на грунт спустился человек. Это был Нил Армстронг, командир корабля. 15 минут спустя к нему присоединился пилот Эдвин Олдрин. Астронавты установили флаг США, а затем начали собирать грот. Все это время Армстронг и Олдрин держали прямую связь с Землей и комментировали свои действия. Вдруг командир корабля с дрожью в голосе сообщил, что за ними кто-то наблюдает. На Земле попросили подробностей. Но тут связь прервалась, а загадочные объекты ушли за горизонт, на обратную сторону Луны. То есть туда, откуда они и появились. По возвращении на Землю экипажа «Аполлона» этот инцидент был засекречен, но не предан забвению. Когда мы смотрим на Луну, то всегда видим один и тот же образ. Это происходит в результате того, что гравитационные силы Земли замедляют вращение своего спутника. Поэтому к нам он всегда повернут только одной стороной. Что находится на другой, обратной и невидимой с нашей планеты, всегда было одной из самых таинственных загадок. А после первых попыток заглянуть за лунный горизонт, все вдруг стало самым большим секретом. Что же на самом деле может скрывать от нас это неведомое полушарие? Версия немало. Первая версия – темная сторона Луны обитаема и живет там в особых поселениях, покинувшая когда-то нашу планету древняя цивилизация. Согласно второй гипотезе, там кладбище космических кораблей пришельцев. Третья легенда гласит, что на темной стороне расположена военная база инопланетян, где идет подготовка к вторжению на Землю. Естественно, о невидимой стороне Луны большая часть легенд возникла буквально на нашей памяти, то есть начиная с 60-х годов. Первых попыток запустить беспилотники к обратной стороне Луны, они как-то мало задумывались. Ну, потому что это как мало задумывается человек о локте, который не может укусить. И вот только когда поставлена задача, только тогда люди и стали спорить о том, что там происходит. Некоторые историки, отставные офицеры секретной службы США утверждают, что помимо традиционных атрибутов власти, каждый американский президент, впервые вступающий на свой пост, получает для ознакомления специальный и, пожалуй, самый секретный в Америке документ. В администрации Белого дома этот документ именуется «Книгой тайны». Первая глава в этой книге раскрывает подробности о катастрофе неопознанного летающего объекта на военной базе Розуэлл в Нью-Мексико в 1947 году и о подобранных там мертвых инопланетянах. В той же главе представлена информация о сверхсекретном военном объекте под кодовым названием «Зона 51», где хранятся тела этих космических существ. Сразу по прочтению книги «Тайн» президенты торопятся посетить таинственную базу. «Неужели все так?» Этот неожиданный вопрос прозвучал на первой пресс-конференции 44-го президента США Барака Обамы в январе 2009 года. Его задал известный американский радиожурналист Майкл Смерконеж. Президент ответил черной шуткой. «Я бы рассказал, что написано в книге «Тайн», но тогда мне придется вас убить». Так что же на самом деле содержится в этом сверхсекретном документе? И какое отношение имеет Луна к загадке Розуэллского инцидента? Вопрос, над которым уже полвека бьются исследователи. Астронавты Армстронг и Олдрин, кроме лунного грунта, предъявили общественности лишь массу недомолвок. Но, видимо, у них была причина молчать. И прежде всего молчать о том, какова была истина о целях высадки на поверхность спутника Земли. Остается только предполагать, что главный интерес вызывала именно обратная сторона Луны. Самое реалистичное предположение, что можно искать на обратной стороне Луны, заключается в вполне логичном представлении о том, что именно на этом месте может располагаться, причем абсолютно безнаказанная, абсолютно без какого-либо риска, любая база или город, или место, базирование, все, что угодно, не имеющее отношения к нашей цивилизации. С тех пор, как человек появился на Земле, Луна представляла для него самую сокровенную загадку. В древности люди считали спутник нашей планеты богиней-покровительницей ночи и поклонялись ей. С того времени человек узнал очень много о подлинной природе этого небесного тела. Диаметр Луны около 3500 километров, то есть меньше протяженности Соединенных Штатов от побережья до побережья. Вращается она вокруг Земли по эллиптической орбите в сочетании с другими движениями, на которые влияют как притяжение нашей планеты, так и притяжение Солнца. В зависимости от того, насколько близко Луна в своем перемещении по орбите подходит к нам или насколько далеко удаляется, меняется уровень прибрежных вод, морей и океанов, так называемые приливы и отливы. Это уже после изобретения, конечно, телескопа, когда уже худо-бедно стали рассматривать объекты, открыли, что на Луне есть горы, долины. И вот стали говорить, распускать легенды о том, что именно на той стороне Луны существуют какие-то существа, похожие на людей. Ну и, соответственно, фантазия людей 18-го, 17-го века наделяла этих существ всевозможными сказочными свойствами. На самом деле мнение, что наш спутник обитаем, было широко распространено еще в глубокой древности. Предполагалось, что селениты, то есть жители Луны, ведут точно такой же образ жизни, как и земляне. А пифагорейцы утверждали, лунные растения гораздо красивее, а животные там в 15 раз крупнее наших. Древнегреческий философ Плутарх писал, «Как бы то ни было, но на Луне могут жить какие-нибудь существа». На Руси тоже считали Луну обитаемой. Причем, по мнению древних русичей, селениты – это никто иный, как сами земляне. Когда-то существовала легендарная цивилизация на Русском Севере, и называлась она Гиперборея. Гиперборейцы обладали уникальными технологиями, позволявшими им перемещаться по воздуху. И когда произошла страшная природная катастрофа глобального масштаба, а по другой версии простые жители Гипербореи погрязли в грехах и разврате, то некие всемогущие покровители цивилизации воспользовались этими чудесными летательными аппаратами и покинули Землю. Оставив паству на суд разгневанной природы. Куда эти покровители могли направиться? Первое, что приходит на ум – на Луну, как на самый близкий от нашей планеты космический объект. Там они и обосновались. Ну, прежде всего, это у каждого народа свои были легенды и предания. Ну, было что-то исходное. То есть, были предания, что уставшие боги, причем это зародилось одновременно и у эллинов, потом у римлян, у китайцев, что уставшие боги, надоели им люди, и они ушли, именно скрылись на Луне. Была и такая версия, разновидность греческих и римских мифов, что именно там обитают боги. Интересно, что с появлением телескопа подобные легенды продолжали жить, и авторами их зачастую были вполне серьезные ученые-мужи. В 1645 году чешский астроном Антамин Рейта, впервые применив оптику для наблюдения за спутником Земли, сообщил, что он якобы все-таки разглядел на Луне и животных, и людей, и растения. И только величайший астроном средневековой эпохи Пьер Гассенди уверял своих коллег, что на Луне нет условий для жизни, подобной земной. Но зато там наверняка обитает никто иной, как сам дьявол. Доказывали, вот почему там волк воет на Луну, почему так животные в полнолуние ведут себя, а почему ведьмы активизируют свою деятельность именно в полнолунии. Потому что Луна – это был представление средневекового человека, это некое страшное такое исчадие греха, скопище каких-то черных темных сил, которые воздействуют на человека. Еще один любопытный факт. В 1840 году директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в Старом дворце султанов и обнаружил там древний атлас, сделанный на коже газели и свернутый в трубку. Неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки, южный край американского континента и северный берег Антарктиды. Автора карты достаточно быстро определили. Это был никто иной, как знаменитый адмирал военного флота Атаманской империи и член географического общества султаната Пирирейс, живший в первой половине 16-го столетия. Но географические очертания континентов, изображенные на атласе, были явно из совсем другой эпохи. Рисовали Антарктиду такой, какой она была до покрытия ее льдом. Не только Антарктиду, но и в великолепной точностью отразили восточное побережье Южной Америки. То есть намного лучше, чем это сделал Магеллан столетиями спустя. Не так давно исследователи пришли к выводу, что уникальный атлас был просто срисован Пирирейсом с некоторых совсем древних исходных изображений Южного полушария Земли. Время их появления неизвестно, но точно задолго до Рождества Христова. При этом, как выяснилось позже, нанести с такой точностью все береговые линии можно было только с большого расстояния от Земли, например, с ближайшей опорной орбиты нашей планеты. Неужели карту рисовали из космоса? Чтобы проверить это предположение, исследователи создали трехмерный интерактивный глобус и начали его вращать на экране компьютерного монитора. И вдруг ученые обращают внимание. В определенном ракурсе очертания части Южного полушария Земли в точности совпадают с картой Пирирейса. Дальнейшие вычисления шокировали исследователи. Так скопировать на бумагу берега Африки, Америки и Антарктиды можно только с поверхности Луны. Но кто и каким образом был способен это сделать? Неизвестно. Также непонятно, как эти, если так можно выразиться, карты Африки, Америки и Антарктиды из космоса были доставлены на Землю. В начале 70-х годов появилась еще одна сенсационная версия. Луна имеет искусственное происхождение. Это очень древний космический корабль, специально помещенный на околоземную орбиту высокоразвитой звездной цивилизации. Под лунной корой, защитной оболочкой, толщиной в десятки километров, якобы укрыта гигантская обитаемая полость глубиной около 50 километров, где имеются атмосфера и различные технические устройства. Уже миллионы лет этот корабль рядом с Землей находится, что там проводятся различные исследования. Ну, понятно, это одна версия, а другая версия, что все-таки Луна – это природный объект, но просто его использовали инопланетяне, устроив там свою базу, чтобы им не мешали люди. Вернемся к тому драматическому эпизоду в июле 1969-го, когда астронавты Армстратранг и Олдрин собирали вокруг своего космического корабля лунный грунт и вдруг увидели нечто. Кристофер Крафт, в прошлом директор НАСА, после того, как оставил свой пост, передал группе исследователей весьма любопытную магнитную пленку. Это была аудиозапись сеанса связи с астронавтами, сделанная в Хьюстонском центре управления полетами именно во время лунной миссии Аполлона-11. Вот содержание одного фрагмента переговоров после расшифровки и перевода на русский язык. Астронавт Армстронг почти в панике сообщает с Луной. Это гигантские штыковины. Нет, 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 это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения. Центр в Хьюстон. Что, черт возьми, у вас там происходит? Астронавт. Они здесь, под поверхностью. Центр в Хьюстоне. Кто это они? Астронавт. Я говорю, что здесь другие космические корабли цилиндрической формы. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Центр в Хьюстоне. Можете ли вы заснять что-нибудь? Астронавт. У нас больше нет пленки под рукой. Центр в Хьюстоне. Восстановите контроль. Они перед вами? Астронавт. Они приземлились здесь. Они здесь. И они наблюдают за нами. Далее пошли шумы, что свидетельствуют о потере сигнала и прекращении связи. Можно считать эту пленку фальсификацией. Но эксперты провели тщательную проверку записи и вынесли вердикт. Все голоса точно соответствуют указанным в расшифровке людям. Из всего этого сеанса связи сразу можно выделить фразу о космических кораблях цилиндрической формы. Это было самое необычное сообщение, которое повергло в шок специалистов Центра управления полетами. Эта фраза, естественно, убедительно говорит о том, что люди приземлились едва ли не на чужом космодроме, где кишит жизнь. Я не только допускаю, я убежден, что, безусловно, очень много непонятного, очень много аномального бросалось в глаза и американцам, и операторам наших луноходов. Естественно, что инцидент, произошедший с Армстронгом и Олдрином на Луне, был засекречен. В то же время к спутнику Земли стали готовить новые экспедиции. Было официально объявлено, что на Луну отправятся Аполлоны с порядковыми номерами 18, 19 и 20. Причем космические корабли с огромными ракетами-носителями «Сатурн» для них были уже готовы. Экипажи укомплектованы, и новые места посадок на Луне выбраны. И вдруг вся американская лунная программа, в которую правительство США вложило 25 миллиардов долларов, внезапно остановилась без каких-либо убедительных объяснений. Подготовленные для этого пять огромных ракет-носителей были демонтированы. Также внезапно прекратились и советские исследовательские проекты. Однако в прессу стала просачиваться невероятная информация. Некий американский военный летчик Уильям Ротлидж, в 1990 году переехавший в Руанду, заявил, что никакой остановки лунного проекта не было. Полеты продолжились, и корабли под номерами 18, 19 и 20 все-таки осуществляли посадку на Луну. Но эти экспедиции строго засекретили. Более того, Ротлидж утверждал, что сам он был астронавтом на борту 20-го Аполлона. По рассказу этого засекреченного астронавта, на Луне нашли космический корабль внеземного происхождения, изготовленный полтора миллиарда лет тому назад. Объект потряс людей своими гигантскими размерами. Почти пять километров в длину. Корабль имел сигарообразную форму. Возле него были обнаружены странные полуразрушенные конструкции, которые космонавты назвали городом. В самом инопланетном аппарате члены Аполлона-20 обнаружили следы неизвестных органических растений, а также тела двух гуманоидных существ, причем одно из них женского пола. На лице и руках женщины были странные устройства, напоминающие портативные приборы навигации. Любопытно, что после сотен миллионов лет тела пришельцев хорошо сохранились, словно их подвергли бальзамированию. Образцы тканей и конструкции корабля были отправлены на Землю. Бывший работник НАСА Кэн Джонстон, работавший в лунной программе «Аполлон», в результате исследований также подтвердил, на Луне есть города. НАСА знает, что астронавты обнаружили эти древние поселения, а также неизвестные машины с передовыми технологиями, которые способны управлять гравитацией. Но космическое агентство приказало закрыть информацию, и он был вынужден долгое время молчать. Но почему вдруг более чем сенсационное открытие, сделанное астронавтами на Луне, попали под гриф «секретно»? И не просто, а совершенно секретно. Если действительно происходили какие-то встречи с какими-то хотя бы объектами, безусловно, человечество надо подготовить к этому. И подготовить непросто. Это не пропагандистская машина, которая за один день, даже за год заработает. Тут действительно нужны десятилетия, чтобы понять, как это преподнести человечеству. И подготовка человечества к тому, что на Луне есть что-то необычное, уже идет. Вот что сообщила официальная пресса 21 марта 1996 года. На брифинге в Национальном пресс-клубе Вашингтона ученые и инженеры НАСА, участвовавшие в программах изучения Луны и Марса, сообщили о результатах обработки полученной информации. Было объявлено о существовании искусственных структур и объектов техногенного характера на Луне. Так, в районе кратера Тихо обнаружено специфическое городское строение, накрытое прозрачным куполом. Купол выполнен из материала, похожего на стеклопластик или хрусталь. И имеет странную особенность. Он сияет изнутри голубым светом. Кроме этого, исследователи подняли архив и нашли старые публикации об изучении естественного спутника Земли. Например, такую. В 1967 году американские спутники сделали фотографии Луны в районе кратера Укерта, находящегося в центральном заливе Синус-Медиа. Фотообъектив запечатлел гигантский, высотой 11 километров холм с несколькими башнями, поднимающимися над поверхностью Луны. Можно предположить, что башни сделаны из горного хрусталя или породы кварцевого состава. Эта порода распространена на Луне так же широко, как и на Земле. На Луне, наверное, как кто-то живет. То есть там есть базы, которые нам известны, которые, может быть, находятся в зависимости от нас или хотя бы наблюдаются нами. Недаром же сотрудники НАСА недавно еще раз сообщили, что скорее Луна повернется к нам обратной стороной, чем мы расскажем вам хоть какую-то новую информацию про Луну. Не дождетесь типа. И еще. После закрытия лунной программы долго молчавший Вернер фон Браун, конструктор немецких, а впоследствии и американских ракет, заявил. На Луне есть силы, которые гораздо мощнее, чем мы можем предположить. Я не имею права говорить о подробностях. Скажу лишь, что математику не обмануть. Фон Браун имел в виду силы, изменившие траекторию одной из его лунных ракет. «Может, от того предупреждения Барака Обамы, то тогда мне придется вас убить, звучит совсем нешуточно. И связано в первую очередь это с тем, что происходит на Луне. Не зря даже древние египтяне называли Луну великим оком Ра, следящим за нами. И все-таки большинство информационных сообщений из разных и не всегда достоверных источников, а также слухи и легенды о таинственных внеземных базах на обратной стороне Луны, пока еще не доказаны. И они не могут быть доказаны или опровергнуты, пока мы не возобновим космические экспедиции. Конечно, новый полет на Луну не станет гарантией того, что вся информация будет раскрыта. Тем не менее, будем ждать и верить, что контакт все же произойдет. Это произошло 24 июня 1947 года в 100 милях от американского города Сиэтла в районе Каскадных гор. Пилот-любитель Канна Тарнольд кружил на небольшом самолете над урочищем Маунт Рейнер. Он искал пропавшее накануне военно-транспортное воздушное судно. Летчик намеревался получить премию в 5000 долларов, если обнаружит обломки. Когда Арнольд пролетал над склонами самой высокой в этом районе горы, он вдруг увидел 9 дискообразных предметов, промелькнувших в небе со скоростью около 3000 км в час. Предметы перемещались правильным строем. И, как рассказывал потом Арнольд, их движение напоминало полет тарелок, скользящих по воде. Ошеломленный летчик вернулся в аэропорт и сразу помчался в редакцию местной газеты, где уже с порога стал кричать, что он только что видел космических пришельцев. Спустя сутки факт присутствия неопознанных объектов в небе над каскадными горами был подтвержден военными. А чуть позже пресса стала публиковать все новые и новые свидетельства появления летающих тарелок, что дало основание журналистам заявить, Земля подверглась нападению космических пришельцев. Не так давно специалисты по изучению неопознанных летающих объектов отметили своеобразный юбилей. 65 лет со дня появления в земной атмосфере первых загадочных дисков. Точка отсчета принято считать именно тот самый визуальный контакт с таинственными пришельцами американца Кеннета Арнольда в 1947 году. Однако, как заявляют исследователи, НЛО существовали намного раньше. Древние манускрипты и летописи античности изобилуют упоминаниями о летающих объектах, пилотируемых сверхъестественными существами. Но самым насыщенным, необыкновенными явлениями такого рода ученые считают период с 1880 года и вплоть до начала Первой мировой войны. Можно утверждать, что современная история НЛО началась именно тогда. Посещали Землю на всем протяжении существования человечества, а может быть даже еще задолго до его появления. Поэтому вероятность того, что сотни и тысячи лет назад на Землю могли прилетать представители высокоразвитых цивилизаций, естественно, своей высокоразвитой летающей техники, сомневаться в этом может лишь тот безумец, который выдвинет антинаучную версию, что человеческая цивилизация одна единственная во Вселенной и второй такой существовать не может. 26 марта 1880 года Джером Кларк и Люсис Фариш из Нью-Мексико увидели в вечернем небе корабль в форме сигара. Более того, очевидцы утверждали, на загадочном объекте находились 10 странных существ, которые выкрикивали что-то на совершенно непонятном языке. В том же самом году в Персидском заливе пароход британо-индийской компании Патна встретился с неопознанным объектом. Странный контакт был описан очевидцами так. Темной спокойной ночью на обеих сторонах парохода появились огромные блестящие вертящиеся колеса, спицы которых, казалось, задевают судна. Очевидцы слышали всплеск, сопровождающийся свистом и фосфорицирующим светом. Это необыкновенное явление видели капитан Аверн, командир Патне, и мистер Мэннен, третий офицер. С октября 1897 года американские газеты начали публиковать репортажи о неопознанном воздушном предмете в лесной глушине Браски. Местный фермер и его семья видели необычный аппарат с тремя яркими огнями, висящей в воздухе над плантацией. 17 ноября неопознанный летающий объект внезапно быстро поднялся вверх и ушел в пространство над Сакраменто. Немногим ранее информация об НЛО появилась и в нашей стране. В военное министерство Российской империи стали поступать тревожные донесения от офицеров частей, расквартированных на территории царства польского. В них говорилось, что солдаты постоянно замечают в небе сигарообразные объекты неизвестного происхождения, которые с высоты наблюдают за расположениями военных, особенно в период проведения учений. Объекты ведут себя очень странно. То зависают, то начинают маневрировать и перемещаться с невообразимой скоростью, и при этом резко меняют направление движения. Более того, значит, военный министр русский в 1892 году собрал специальное совещание, где были собраны эксперты и были заслушаны доклады по природе этого явления. И был сделан вывод, что характеристики этих объектов, они не имеют никаких аналогов в современной, ну, на то время, в современном состоянии воздушного флота, скажем так. То есть это технологически были недосягаемые пироиды, которые они там вытворяли. На министерское совещание был приглашен немецкий военный атташе и секретари посольства Германии в Санкт-Петербурге. Им предоставили донесения очевидцев необычных явлений в небе. Это было удивительно, так как документы носили гриф «совершенно секретно». А кайзеровская Германия не являлась союзником Российской империи. Почему российское военное ведомство пошло на такой беспрецедентный шаг? Потому что все вот эти наблюдения, они в массовом виде наблюдались именно, происходили, делались, фиксировались документально на западных границах, но на границах с Германией. То есть дело дошло до такого, все было очень сложно. То есть дело грозило даже какими-то международными осложнениями. То есть это свидетельствует о том, что это не просто на ровном месте что-то происходило. Немцам не пришлось долго доказывать, что они не имеют никакого отношения к таинственным летающим объектам, наблюдавшим за расположениями российских войск на западной границе. Было совершенно очевидно, что на тот момент ни одно государство не обладало техническими возможностями создать летательный аппарат, способный перемещаться в воздухе со сверхвысокими скоростями и маневрировать, пренебрегая законами гравитации. По этому тему совещания закрыли, а все материалы расследования были сданы в архив военного ведомства. Правда, НЛО над российско-германской границей продолжали летать. Их активность в небе прекратилась только накануне Первой мировой войны. Позже исследователи обнаружат некую закономерность. Загадочные летательные аппараты наибольший интерес проявляют именно к секретным военным объектам, расположениям войск и испытаниям боевой техники. Так было на рубеже 19-го и 20-го веков, накануне и во время Второй мировой войны и в период активного противостояния НАТО со странами Варшавского договора. Некоторые исследователи даже выдвинули целую теорию по этому поводу. Чаще всего на НЛО натыкаются военные, потому что НЛО старается контролировать вооружение землян. Не дай бог, чтобы оно не перешло какую-то грань, которая может стать уже неуправляемой. Они умеют отключать ракеты. Она взлетит, но и не взорвется, и плехнут огнем в болото, и будет там леветь. Это все могут. Они контролируют цивилизацию, они не дадут погубить. Это как, скажем так, ангел-хранитель. Но больше они вмешатся не собираются. Новая волна НЛО захлестнула мир в середине 30-х годов. Тогда тысячи людей наблюдали в северной Скандинавии большие серые аппараты, напоминавшие самолеты, но не имевшие никаких опознавательных знаков. Они стали предметом напряженных поисков и головной боли для военных властей Финляндии, Норвегии и Швеции. Эти машины значительно превосходили по размерам аэропланы того периода, а также поражали тем, что могли летать в любую погоду и в любое время суток. Необыкновенные явления происходили особенно часто во время рождественской недели 1933 года. Шведская газета Даггинснейтер рассказала об одном из событий. Таинственный летательный аппарат появился со стороны Батенсе приблизительно в 18 часов накануне Рождества. Пролетел над Калексом и продолжил полет в западном направлении. Лучи света из машины как будто исследовали территорию. От военных потребовали комментариев, и тогда командующий шведскими ВВС выступил с официальным заявлением. Никаких предположений о призрачном лайнере я высказать не могу, но со всей ответственностью подтверждаю, что он существует. Детали этого дела не могут быть опубликованы. Вторую мировую войну историки иногда называют «войной машин». Практически ни одно сражение не обходилось без боевой авиации. Иногда в небо на всех фронтах одновременно поднимались до тысячи самолетов. И неудивительно то, что встречи с НЛО вдруг стали происходить слишком часто. Некоторые всерьез озадаченные пилоты даже начали сомневаться. А сражались ли они с врагами только из этого мира? Мало кто знает об эпизоде, произошедшем 23 августа 1943 года. Это тот самый день, когда была окончательно разгромлена немецкая танковая армада на Курской дуге. В самый разгар боя над линией фронта появился неопознанный летающий объект, который на глазах у очевидцев уничтожил целую колонну немецких тигров. Как следует из отчета, составленного сотрудниками контрразведки, таинственный аппарат испустил луч по направлению колонии фашистских танков и техника остановилась. Через некоторое время танки продолжили движение и загорелись. Со стороны советских войск в это время выстрелов не производилось. Кстати, в архивах СМЕРШа сохранился сделанный одним из очевидцев рисунок, на котором изображены артиллерийская батарея и зависшая в небе тарелка. Других свидетельств, к сожалению, нет. Да там мало информации, на самом деле. Потому что и вот мы источники тоже смотрели. Ну да, одни говорят, что действительно висел некий объект, который наблюдал якобы за ведением боевых действий. Писали, что даже у немцев заглохли танки. Пытался найти, откуда эта информация. Мне просто как журналисту было интересно докопаться до истины. Пытались мы даже с ветеранами общаться, искали ветеранов. Ветераны про это ничего, к сожалению, не знают. После окончания Второй мировой войны свидетельства активности НЛО как-то неожиданно прекратились. Но затишье было недолгим. Начиная с 1947 года опять стали появляться очевидцы. И первым, кто буквально натолкнулся в небе на загадочные летательные аппараты, оказался тот самый пилот-любитель из Сиэтла Кеннет Арнольд. А в марте 1950 года журналисты сообщили о крушении инопланетного корабля, на борту которого находились маленькие существа гуманоидного вида, одетые в серебристые костюмы. Это произошло в штате Нью-Мексико. Военные тут же выехали на место предполагаемой аварии пришельцев. Они не обнаружили в районе никаких обломков крушения, но увидели выгоревший в виде круга участок земли, как будто там совершал посадку некий летательный аппарат. После более тщательного обследования местности эксперты все же натолкнулись на непонятные куски неизвестного происхождения. Их погрузили в пикап, а фермера, на чьем раньше это все случилось, заточили под домашний арест на целую неделю. Прессе приказали молчать. Позже стали поступать уже откровенно зловещие сообщения. Например, из американского штата Нью-Гэмпшир. 19 августа 1961 года супруги Бетти и Барни Хилл возвращались вечером на машине к себе домой в город Портсмонт. Неожиданно они увидели в небе яркое свечение. И над автомобилем завис огромный дисковидный объект. Супругов охватил ужас, но тарелка вскоре исчезла. Бетти и Барни казалось, что происшествие заняло несколько минут. Однако домой они прибыли с двухчасовым опозданием. Но главное началось после. Бетти и Барни во сне постоянно мучили кошмары, в которых их похищали инопланетяне. Врач-психиатр провел отдельно с каждым из супругов сеанс гипноза и извлек из их памяти воспоминания той ночи. Они совпали в мельчайших деталях. Как оказалось, гуманоиды действительно были. У исследователей неопознанных летающих объектов, которые себя именуют уфологами, есть целая классификация контактов с внеземными гостями. Первый уровень – это визуальные наблюдения. То есть объект в поле зрения, но он не взаимодействует с окружающей средой и с самим наблюдателем. Просто перемещается в воздухе. Второй уровень контактов – это когда объект каким-то образом пытается воздействовать на окружающую среду. Глушит автомобильные моторы, замыкает линии электропередачи, создает помехи радиоволнам. И, наконец, третий уровень, который уфологи считают самым непредсказуемым по своим последствиям. Третий уровень контактов – это когда объект уже контактирует с наблюдателем. То есть, что если, грубо говоря, ну, там выходит, там, например, в кавычках, пришелец или зеленый человечек, или, там, обитатель, и начинает каким-то образом контактить вот с наблюдающим. Когда, там, наблюдаемого похищают, куда-нибудь затаскивают в недра, и что-нибудь с ним делают нехорошее. Именно такой род контакта, судя по материалам расследования американских спецслужб, и произошел с супругами Хилл и Спортсмута. По воспоминаниям Бетти и Барния, инопланетяне – существа с серой кожей и ростом не более полутора метров завели их в свою летающую тарелку. Там людей раздели и взяли у них различные виды анализов. На прощание гуманоиды сообщили супругам Хилл, что их встреча повторится и избежать ее невозможно. Пришельцы всегда находят тех, кто им нужен. Интересный факт. Первые свидетельства о том, что гуманоиды проявляют недружелюбное и даже порой враждебное отношение к людям были зафиксированы в Северной Америке. Некоторые исследователи считают, что противостояние внеземного разума с нашей цивилизацией было спровоцировано летчиками противовоздушной обороны США. Это была атака на два неизвестных летающих объекта. Несмотря на то, что сам инцидент и его последствия строго засекретили, в прессу все же просочились некоторые подробности. НЛО потерпели крушение, а на месте катастрофы были найдены тела двух гуманоидов. Спецслужбы собрали все обломки летательных аппаратов и останки биологического материала и отправили на военную базу на юге штата Невада, известную под названием Зона 51. Там было сформировано специальное подразделение по исследованию НЛО, которое рассматривало проявление интереса внеземного разума к нашей планете не иначе, как агрессию. Я думаю, что история этой вражды еще не написана. Официальные власти боятся просто паники, которая может охватить всю нашу планету, если она вдруг поймет, что следующая война уже в сущности идет, и она идет, как иногда даже пишут действительно по сценариям Герберта Уэллса, это война миров, и что здесь мы, конечно, сталкиваемся с представителями более высокоразвитой и в техническом, и во всех иных отношениях цивилизации, которая, по всей видимости, легко нас может, я уж там, не знаю, поработить, подавить, короче говоря, можно даже сказать, колонизовать нашу планету. В последние десятилетия возросшая активность НЛО стала отмечаться и в нашей стране. В августе 1993 года в районе Медведицкой гряды, которая расположена на северо-востоке Волгоградской области, бесследно исчез турист из Красноярского края Николай Харитонов. В январе 2004 года на том же самом месте пропал турист из Башкирии. В первом и втором случае пропавших искали несколько групп. Очевидцы утверждали, что прибывшие на место поиска люди начинали себя очень странно вести. Находясь как бы в заторможенном состоянии, они не хотели возвращаться назад, а впоследствии не могли объяснить, с какой целью вообще оказались там. Медведицкая гряда уже много лет славит местом, которое как бы притягивает к себе неопознанные летающие аппараты. Исследователи, побывавшие здесь, утверждают, что не раз были свидетелями странных объектов сферических или треугольных форм. А местные жители уже давно привыкли к таинственным аппаратам. И появление НЛО их не удивляет. Многие видели, как инопланетные корабли совершали посадку. А некоторые из них убеждены, что встречались и с самими пришельцами. Просто зная от своих коллег по ситуации с Медведицкой грядой, там действительно судя по всему очень крупная аномальная зона, в том числе геомагнитная. И возможно именно вот эти геомагнитные аномалии они порождают во многом вот это собственно такое пиршество духа шаровых молний и прочих-прочих непонятных объектов летающих. В общей сложности в районе Медведицкой гряды исследователями обнаружено 23 места посадки НЛО. На грунте четко отпечатались углубления от посадочных опор, имеющих треугольную форму, а также один восьмиугольный след. Сами объекты попадались в поле зрения ученых 15 раз. Три из них находились настолько близко, что наблюдателям удалось рассмотреть все детали пролетающих аппаратов. Более того, российские уфологи отметили один интересный факт. В местах так называемой посадки неопознанных объектов портативные дозиметры фиксируют повышение уровня радиации. И именно там чаще всего рождаются шаровые молнии, которые также являются одной из особенностей здешних мест. Но молнии лето. Многие специалисты склонны считать, что огненные шары, постоянно курсирующие над Медведицкой грядой, это разновидность НЛО. Очень часто наблюдая вот такие непонятные объекты, либо НЛО, либо летающие тарелки, часто наблюдатели и военные специалисты, и летчики, и специалисты, которые занимаются изучением подобных явлений, отмечают, что объект часто окружает себя каким-то облаком наподобие плазмы, который или помогает быстрее двигаться, или определенный физический эффект создавать. Поэтому может быть действительно не всегда шаровая молния это шаровая молния, возможно действительно какой-то зонд, окруженный определенным полем. Можно в это верить или не верить. Традиционных научных доказательств существования пришельцев из иных миров нет. А к каждому сомневающемуся не подведешь инопланетянина для личного знакомства. Мы подсознательно ждем пришельцев, внешне напоминающих нас. А ведь это вполне могут оказаться представители микромира. Недавно ученые обнаружили в человеческом организме так называемые нанобактерии – крошечные шарики, в которых даже не помещается ДНК. нанобактерии удивительно живучие. Они не уничтожаются ни антибиотиками, ни патогенами, ни даже гамма-излучением. И точно такие же шарики исследователи НАСА обнаружили в осколке марсианского метеорита, упавшего в Антарктиде. Возможно, мы имеем дело с неизвестной формой жизни внеземного происхождения. Некоторые утверждают, не человек, а именно эти шарики из космоса стали господствующей формой жизни на Земле. Именно они образуют облака, выпадают вместе с дождем. Они несут болезни, в том числе рак и спит, вызывают старение организма. Ведь известно, что бактерии обладают коллективным разумом, который регулирует их поведение. Каковы цели этих пришельцев, мы не знаем. Однако можем предположить, что они уже среди нас.